Дорогая Дорогой Привет, Пагзли Двойки, надеюсь, есть? Нет От глины я сам не свой Карамья Муша Киска, ужин почти готов Угарь, желчь, еще птичий помет Ай, куда же я подевал этот послен? Пагзли, что происходит? Ешь обычную говядину? Покушай, как человек, сердечки гиен Не хочу Что это с ним? Не знаю, он обычно любит полакомиться Ммм, почти что кура Опоздал Уэнсди Тебе когда-нибудь казалось Будто мир прекрасен И в твоей жизни есть смысл Никогда Ну, хоть бы ты понарошку покорчился от боли Прости, Уэнсди Сейчас узнаем, что это за болезнь Улыбка Счастливый вид Тихая задумчивость Братик У тебя просто страшный диагноз Это ужасно опасно Для сердца, которое размякнет Врагу не пожелаешь такого Пагзли Ты влюблен Я знаю Мы сильненько Адам Словно, нам по нраву жизнь Загробная Мы сильненько Адам Словно, нам по нраву жизнь Загробная Новая семейка Адамс 1111, 1112, 1113... Должна сказать, сорняки у тебя выросли, выдающиеся. Верно. Задушили вокруг все. Какое счастье! Я нашел в интернете отличную распродажу. Испанский сапог плюс, детские гильотины, ух, местные гробы. Как это для подарков хорошо? 1205, 1206... Дети, вы уже посмотрели ужастик? Да, ушли до хорошего конца. Что? Пагзли, я слышал, ты влюбился. Скажи мне, это правда? Сама сказала. Они отказались меня пытать. Кто же она и как зовут? Это секрет. 12 лет, а уже есть что скрыть от родителей. Я тобой горжусь. Помни, Пагзли, хочешь доказать любовь? Сотвори пакость. Вообще-то, Пагзли, девочкам больше нравятся парни с синими лицами. Правда? Давай, поиграем в гипервентиляцию. Наши дети заботятся друг о друге. Спасибо, Весь. Точно. Так удобнее ровнять белила. Мама, можно кое-что спросить? Я не дам тебе цинковую эмульсию. Перебьешь аппетит до еды. И не надо. Папа, что делал, чтоб понравиться? Не помню. О, да. Попался мне на глаза. И все. Но он подогревает мою страсть, пишет разные письма. Но и не только. Правда? Нельзя почитать. Думаю, отец не против. Спасибо, Весь. Дорогая, полчаса без тебя будто целая вечность. Скорее бы мне тебя прижать и не отпускать уже больше. Гладить шею, целовать щеки. Карамелья. Мушер. Целовать щеки и прикасаться к твоим... волосам. Ты для меня весь мир, моя любовь, моя жизнь, теперь навеки твой раб. А точно, что Пагзли Адамс это писал? Дети видели, как он клал на стол. И это явно его почерк. Посмотрите на трезубцы вместо ша. Я считаю, давно пора нанести визит мистеру и миссис Адамс. Ай-я! Бадминтон. Лучшее для семейного отдыха. Директор Мэйсон. Ай-я! Мистер Мэйсон, что вы хотели? Оп! Что? Проштрафился? Что он там натворил? Заминировал школу? На этот раз все серьезно. Директор и мисс Хаскел хотят зайти. С полицией, я надеюсь? Боюсь, что нет. Жалко. Соскучился по наручникам. Больше я не связываюсь с интернетом. Фестер, в чем дело? Глянь на этот хлам. Отвратительно. Даже детям нельзя такое показывать. А на вид довольно опасные. Да? Тронь. Что это? Поролон? А это разве коса? Она из резины. Ей бумагу и ту не разрежешь. До чего они докатились? Хоть бы только гроб оказался нормальный. Подвезут к дому через пять минут. Свидание. С Дарлин. Познакомились у универмага. Она не в моем вкусе. Но зато машина у нее угнанная. Фестер, это чудовищно. Спасибо. О, Мартиша, взгляни на мой новенький гробик. Мне нужно мнение женщины. Конечно. Я ненадолго. В бадминтон. Сыграем? Ну, приготовься к худшему. Все только обещаешь. Думаешь меня обыграть? Без особых усилий. Можно? Ну, давай. Покажи свою лучшую подачу. Заходите. Прошу вас. Вы мистер Адамс? Я учительница Кэти Хаскел. Да, да. Мы виделись, когда я забирал Уэнзди из кабинета вашего глупого завуча. Ага! Ага! Победа! Победа! Гейм! Сет Матч! Миссис Адамс, верно? Нет, это мама. А миссис Адамс на кладбище, в гробу. Соболезную вам. О, ну что вы. Он очень даже просторный. Мама, мы продолжим после. Мистер Мэйсон тоже скоро зайдет. Он задержался в школе, была драка. А, дочь и сына горчатся, что без них. Прошу вас. Спасибо. Кстати, о Пагзле. Я здесь из-за того, что ваш сын написал мне любовное письмо. Кто-то забыл поджечь стрелу. Что? Но она едва в меня не попала. Ничего, в другой раз. Я заставлю Пагзле забыть о ней. Пагзле, как ты мог? Все просто. Берешь нитроглицерин. Да нет. Как же? Ты мог влюбиться в мисс Хаскел. Она тебе не подходит. Подходит. Ее все в школе просто ненавидят. И потом... Как ты узнала? Она внизу ябедничает папе про твое любовное письмо. Дядя Фестер прав. Лучше бы я сделал пакость. Поверь, она не из тех, кто сможет оценить. Почему это? Почему? Да она падает в обморок при виде стрел. Если ей топор показать, вовсе бросится в бегство. А вот и нет. Поспорим? Мистер Адамс, может я зачитаю письмо Пагзле? Правда, некоторые абзацы слишком интимны. Так с них и начнем. Увидев тебя в первый раз, я ощутил, как всю мою душу охватывает пламя страсти. А твой взор манил меня, как пчелу цветочный нектар. Вы правы, это так интимно. Вы писали? Разумеется. Понятно. А не Пагзли? Пагзли? Согласен, мой сын талантлив. Но только мужчина, охваченный страстью, может так изъясняться. Мистер Адамс, я даже не догадывалась. Да, любовь с первого взгляда. Мистер Адамс, я не привыкла к знакам внимания со стороны мужчин. Мне остается ловить мгновение. Мисс Хаскил! Петти. Петти? Я же женат. Ты можешь уже пить нектар с моих букв. Одну минуту. Домик, как ты мог? Дорогая, что ты? Я на других женщин и не смотрю. А эту ты не глядя целовал? Родная, послушай. Я стал цитировать письмо к тебе. И тут она так набросилась. Поверь, ты моя единственная. Другой у меня быть не может. О, Гомес, какая я глупая. Как стыдно, Мартиша. Стыдись даже мысли о неверности Гомеса. Мама, вы подслушивали? Как мило. Ну, чего же мы ждем? Выкинем бесстыжую бабу из дома. Да. Где катапульта? Может, на первый раз пожалеть? Женщину, которая мечтает о женатом, всегда прельщает запретный плод. А вот если Гомес стал бы ее преследовать, так бежала бы со всех своих ног. Так, мама, прекрасная идея. Но что, если Пагзли все это увидит? О, не волнуйся. Мисс Хаскел выскочит с такой скоростью, что Пагзли и не поймет, что к чему. Но и я притвориться не смогу, что люблю другую. Гомес, это же ради меня. Но я... Сильвупле. Ну-с, продолжим. Вот на чем мы остановились. Мисси Адамс. Да, дорогая. Вы мне спину сломаете? Чудно. Навещу в реанимации. Гомес. Как же ты мог? Вот так. Все. Да ты развратник. Прелюбодей. Кто это, а? Брат зашел поздороваться. А мы наедине можем побыть? Найдем уголок в укромнике? Конечно. Подвал! Я хочу летом съездить во Флориду, полюбоваться ураганами. Мартиша, не знаю даже, как сказать, но твой муж ужасный, подлый, двуличный, бессовестный негодяй. Чудесный подбор синонимов. Мой муж Гомес. А у тебя их два, он там с другой женщиной. Мой благородный Гомес. Не понял? Это мамина идея. Мама, как ты могла? Училка Пагзли втрескалась в Гомеса. Вот мы вместе и решили ее отвадить. Ну, ясно. Как тушить бензином пожар. Господи, надо их проведать. Я буду целовать твои бескровные губы, гладить синюю кожу, вгонять иглы под ногти. Что? Это шутка? В любви шутить не привык. Не знаю, может, мы несколько поспешили. Гомес, как ты посмел? Ваша жена. Не обращай внимания. Я думала, она мертва. Ты же сам сказал, что она лежит в гробу. И лежала. Ты ничего не изменишь. Я полюбил ее. Гомес, как? Как? Вот так, вот так, вот так. Гомес, мистер Адам, спрошу. Ни слова. Гомес, я ухожу из дома и забираю детей. И отлично. Забери еще соседских и маму. Мама твоя? Будем жить с ней по очереди. Уйди от меня, чудовище. Гомес, оре-во. О, это по-французски. Все, все, все. Пустите. Ну и мерзость Пойдем Я предупредила Мисс Хаскелл Мисс Хаскелл Простите, вы не видели мисс Хаскелл Мистер Мейсон Кэти? Это я Кэти Все хорошо, успокойтесь Васильковые глаза У меня? Да, мисс Хаскелл Вы очень красивы Вы это мне? Вам Все, прочь из этого дома Это оказалось проще, чем мы полагали Чудная штука Эти ловушки Так, надеюсь, тут все Жаль детей Примут за настоящее Ран не оставят Погнали, как прошел день в школе Ты больше не вздыхаешь По этой развратнице Вот еще К тому же Она выходит замуж за директора А, это она мне мстит Дорогой, пошлем им свадебный подарок Покажем, что не обиделись Отличная мысль Может, вот эта? Мне показалось, мисс Хаскелл Он понравился Договорились, раз так Поиграем? Он резиновый, не хочу Ты уверен? Хорошо, что он разлюбил эту кошмарную учительницу Гомос, как приятно слышать, что ты о ней так нелестно отзываешься Ты ведь не ревновала? Верно? Ну, только один миг Милая Никогда меня не ревнуй Ты ведь для меня единственная на этом свете И на том Мушер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok